Десногорск Десногорские школьники познакомились с жизнеописанием Сергия Радонежского Мало можно найти в истории России людей, которые так сильно повлияли на ее дальнейшую судьбу 13 мая в торжественной обстановке в зале Десногорского городского суда был приведен к присяге новый мировой судья судебного участка номер 19 города Десногорска Вакантную должность заняла Екатерина Войтинкова Судейский молоток ей вручил председатель Десногорского городского суда Денис Калинин Восстановление Смоленской областной думы 25 марта 2021 года номер 134 Войтинкова Екатерина Александровна назначена с 5 апреля 2021 года Мировой судей судебный участок номер 19 муниципального образования город Десногорск Натрехлетний срок полномочий Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности Осуществлять правосудие подчиняясь только закону Быть беспреспрасным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть Екатерина Войтинкова получила юридическое образование в Московском институте государственного управления и права За ее плечами более 6 лет стажа работы в области юриспруденции С августа 2014 года по апрель 2021 она работала в Смоленском областном суде Сначала в должности секретаря, затем секретарем судебного заседания С марта 2016 года до назначения на новую должность 20 апреля 2021 Была помощником судьи Смоленского областного суда Как признается сама Екатерина, принятие присяги для нее серьезный и волнительный момент Она хорошо осознает, что статус мирового судьи почетный, но одновременно очень ответственный и важный Постараюсь оправдать оказанное доверие, вложить свой вклад в укрепление авторитета судебной власти Обеспечить справедливое разбирательство и принять все возможные меры для оптимизации судопроизводства На церемонии присяги также присутствовали коллективы Десногорского суда, мировых участков номер 19 и 52 Представители прокуратуры города, службы федеральных приставов и полиции Все они искренне поздравили коллегу с началом нового профессионального пути Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 103 сообщения о происшествиях, из них 8 сообщений о преступлениях Зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями Выявлено 57 административных правонарушений, в том числе 43 нарушения правил дорожного движения За управление транспортным средством состояния алкогольного опьянения к ответственности привлечены 3 человека За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах К административной ответственности привлечены 5 человек 14 мая отмечался день рождения Сергия Радонежского, одного из самых уважаемых в православии святых Традиция его почитания уходит более чем на полтысячелетия в историю русской земли С биографии известного святого десногорских школьников познакомил клирик городского собора всех скорбящих радость Встреча священнослужителя и учеников средней школы номер 2 состоялась 14 мая в Центральной городской библиотеке О судьбоносной роли преподобного Сергия в истории нашего государства десятиклассникам рассказал и Ерей Валерий Власов Для кого он является основателем монашества? Для кого-то он является великим государственным мужем, потому что все знают его благословение Дмитрия Донского на поединке Для кого-то более узко, если брать, он был помощником в обретении семейного счастья Еще при жизни Сергий Радонежский стал символом единства церкви и народа Он также известен как отшельник и чудотворец, основатель троица Сергиевой Лавры под Москвой По мнению организаторов встречи, знакомство школьников в жизни выдающегося человека не только расширяет кругозор подростка, но и дает возможность передать им его бесценный жизненный опыт И уже есть такой живой пример жизненного пути То есть мы же все с вами проживаем жизнь не первый раз То есть я имею в виду, мы проживаем первый раз, но жизнь уже проживали множество людей, которые уже сделали свои ошибки и наоборот сделали какие-то правильные поступки, на которые мы должны ориентироваться В честь Сергия Радонежского в библиотеке также действует специальная выставка В ней собраны жизнеописания святого и литература о его деятельности Ксения Ложкова, Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна-ТВ А теперь коротко о погоде 18 марта в Десногорске ожидается переменная облачность, дождь и гроза Днем температура воздуха плюс 21, ночью плюс 16 На сегодня выпуск завершен С вами был Виталий Волков, увидимся Субтитры создавал DimaTorzok